Приветствую вас! К вашему вопросу можно использовать два подхода. Первый подход – это подход причин, второй подход – это подход победительного. Если говорить о причинах, то вы по ряду фастеров для себя определили то, что ваша девушка слишком много времени проводит со своим племянником. Дружат они, смайликами обмениваются, выпивают и так далее, вследствие чего вы испытываете ревность. Правда заключается в том, что они общались так и до того, как вы познакомились. Правда заключается в том, что у них были такие отношения и до того, как вы стали встречаться. И если вы сейчас будете стараться эти отношения разручить, если вы сейчас будете стараться как-то заявлять свои права и так далее, то встречено это будет, к сожалению, весьма-весьма негативно. А главное – восприниматься это будет так, как будто это неуверенность в себе ваша. Ведь девушка-то с племянником знакомая, видимо, уже давно, а вы встречаться стали недавно. И встречаясь недавно, вы уже начинаете предъявлять ей какие-то претензии по поводу того, что она делает неправильно, по вашему мнению. И вот в этом нагружается ваша самая большая ошибка, потому что то, что вы делаете, я не даром сказал, что это подход причин, а то, что вы делаете, продиктовано вашей неуверенностью в себе. Ну, выпивают они напитки, ну, приобнимает он ее, ну, вставит смайлики в соцсетях под фото, ну и что? Это просто близкие доверительные отношения между родными людьми. Проблема в том, что вы увидели в этом что-то такое, что вас напрягает. И проблема заключается в том, что вы действительно неуверенность в себе, раз испытываете ревность не к кому-то, а к племяннику вашей девушки. Ему с ней, а ей с ним, хорошо и спокойно. Они знают друг друга и отношения у них хорошие. И вы знаете, это гораздо лучше, чем, например, если бы они постоянно ссорились, или были бы там, я не знаю, на ножах постоянно, или постоянно припирались, или вообще бы не общались. Они поддерживают хорошее отношение. Другое дело, почему вас это задевает? Вот это вопрос. Почему вас это задевает? Боитесь вы, что девушка вас что? Что девушка вас бросит? Боитесь вы еще чего-то? Вообще, не очень на этот момент понятно. Но разобраться с ним стоит. Как минимум для того и потому, что вам это вредит. И если девушка почувствует, что вы, например, зажимаете себе, или вам что-то не нравится, у вас могут быть большие проблемы уже с ней. И отношения так и не начавшись, могут закончиться. Вы написали правду, что вы боитесь обжечься. Значит, вы уже ранее обжигались. Обжигались обо что? На какие грабли вы наступали? Какие ошибки вы совершали? Было ли это у вас пережито правильным и должным образом? Если нет, ладно вам в этом помочь. Важно извлечь опыт из того, что с вами произошло, чтобы вы не боялись излишне того, чего может быть даже в действительности и нет. Но это мешает вам, как вы, я надеюсь, уже догадались, это мешает вам нормально существовать. Теперь дальше. Что вам нужно сделать? Это уже, скорее, подход причин. Я думаю, что вам нужно работать над повышением уверенности в себе. Вам не нужно бояться того, что девушка будет вести себя ненадлежащим образом. Потому что, если вы ее любите, вы хотите сделать ее счастливой, и не важно, как вы это сделаете, не важно, как она будет счастливой, главное, чтобы она была счастлива. И если вас это волнует во вторую очередь, а в первую, вы хотите, чтобы она была с вами, и чтобы ваши отношения не обожгли вас, то это значит, что вы через нее пытаетесь реализовать какие-то свои желания. И вот это является обстоятельством, которое делает вас склонным к зависимости в этих отношениях, а значит, бьет по вашему равному положению и дискредитирует вас в глазах и себя, и девушки, и других людей. И, соответственно, от этой зависимости нужно избавляться, отделяя свои желания, которые вы хотите реализовать через человека и восприятие девушки как самоцели. И если вы перестанете бояться ее потерять, если вы перестанете бояться обжечь ее, то вам по большому счету будет все равно, что она делает. Главное, чтобы она была счастлива, главное, чтобы у нее все было хорошо. Вот, в принципе, то, что вам нужно сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Уважаемый аноним, ваша проблема так вот просто сразу не решится, потому что имеет место, как я уже сказал, неуверенно в себе, а неуверенно в себе будет постоянно, как бы, воспроизводить реакцию ревности, реакцию подозрения. И вы сами не будете получать удовольствия от отношений с девушкой, потому что вы будете каждое ее поведение воспринимать негативно. И девушка тоже будет испытывать с вашей стороны определенное давление и негатив, что может отрицательно сказаться на ваших отношениях. Поэтому, если вы действительно хотите сохранить свои отношения с девушкой, я бы порекомендовал вам обращаться к психологу и проработать свои проблемы, свои, может быть, комплексы, неуверенности в себе и так далее, чтобы понять, как это купировать, как от этого избавиться, и не тратить свою энергию, свои силы на то, чего нет, или на вещи, которые вы, в принципе, изменить не можете. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!